Насколько готов пресс-центр, в котором целый месяц будут работать тысячи журналистов, губернатор оценил уже на стойке регистрации. Искренние улыбки принимающей стороны. А это значит, что в кубанском гостеприимстве в очередной раз убедится весь мир. Осмотрел Вениамин Кондратьев и рабочую зону Акул-Пера. А судя по количеству заявок на аккредитацию, здесь может побывать до 9 тысяч человек. В помощь прессе и компьютеры, и, разумеется, интернет, чтобы свежие новости в режиме онлайн разлетались по разным странам. Здесь же глава Краснодарского края на первом пресс-брифинге рассказал журналистам о полной готовности региона к Мундиалю. На 100% готовы. Я еще с подчеркиваю, у нас даже нет ни доли сомнения, что чемпионат мира пройдет на высочайшем уровне. А условия для того, чтобы он прошел на высочайшем уровне, я уверен, мы уже создали. Вот и потом тоже большие спортивные события, на территории Сочи, я в это верю, как губернатор, потому что мне хочется, чтобы Сочи продолжал жить спортивной мировой жизнью. Поэтому нам это очень нужно и пригодится в дальнейшем. Что именно изменится в Сочи в связи с проведением чемпионата мира по футболу, в новом пресс-центре журналистам рассказал глава города. Анатолий Пахомов отметил, что помимо подготовки обширной культурной программы, строительства фан-зоны, для тех, кто не попадет на стадион, на курорте разработана транспортная логистика, которая должна исключить заторы на дорогах. А для участников футбольного праздника открыты новые так называемые спортивные маршруты. Разработан удобный механизм транспортного обеспечения болельщиков и гостей города. Работают пять маршрутов спортивных соревнований. В дни матча по линии ежедневно будут находиться две на линии, которые будут возить болельщиков, будет находиться 250 автобусов с возможностью безналичной оплаты за проезд. Ну и также в период проведения чемпионата в Сочи увеличено количество электропоездов, ну ласточки наши. В дни матча их будет 70 пар. Это ровно столько, сколько было у нас во время Олимпийских игр. В самом же пресс-центре для журналистов планируется провести 88 пресс-конференций с самыми разными спикерами – спортсменами, представителями городской власти и российского правительства. Аккредитация в городские пресс-центре дает возможность как бесплатного проезда в городах-организаторах, так и, собственно говоря, независимо от того, где так и все те полезные, интересные, вкусные бонусы, которые город Сочи мы приготовили, начиная с презентаций здесь кубанской кухни, продуктов Кубани, которые будут в течение всего периода экскурсий и так далее, и так далее. Все это городской пресс-центр – велкам. Станет ли сборная страны чемпионом? Ответить на этот вопрос не решаются даже самые ярые болельщики. А вот что Сочи точно останется в выигрыше – ясно уже сейчас. Как и любое другое событие мирового масштаба, чемпионат мира по футболу – это гарантированная реклама курорту по всему миру. Новые туристы. Наследием станут и три футбольных поля. А еще после мундиаля у стадиона «Фишт» наконец появится хозяин – городская сборная по футболу в Сочи. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.